Девушки отдыхают И что-нибудь к шампанскому. Хорошо. Алло. Алло, Анют, я на секунду. Слушай, я хотела сказать, что торт мы с Максом завтра принесем. Торт? А зачем? Да я сама все куплю. Так, не спорь со мной. Это вообще-то мой вклад в твое новоселье. Кстати, как там Никас? Вещи уже перевез? Ну, в процессе. Ну, как только чемодан увидишь, считай, что кольцо у тебя напалится. Ну, я тебе говорю, в процессе. Пожалуйста. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Говорили, дом приличный. Господи. Я так и знала, что ты играешь. Я не играю, а тестирую новый продукт. Я тебе звонила пять раз. А если бы меня убили? Эй, подожди. Что случилось? Ты нашего соседа видел? На бандита похож. Боже, я чуть с ума не сошла. Ну все в порядке? Он тебя не обидел? Нет. Напугал. Садись. Ну все, 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 все. Успокойся. Все, тихо, тихо, тихо. А я, между прочим, соскучился. Да. Вот сижу тут, работаю, а вся голова тобой забита. Каждая мыслишка о тебе. Может, это любовь? Ну, конечно. Смотри. Смотри, какая графика. Можно водички? Можно. Можно. Эммигрант 78, пароль от твоей почты. Ты запалился? Ну, вообще-то, я его каждый день меняю. Но сегодня ты можешь узнать обо мне кое-что новое. Да, у меня есть что знать. Надеюсь, что да. Ведь, когда ты узнаешь обо мне все, я стану тебе просто неинтересен. Что значит, неинтересен? Обалдел, что ли? Между прочим, я до сих пор не знакома с твоей мамой. Мои сегодня придут, а твоя мама вечно в санаторий. Ну, она часто болеет. Возраст. А еще ты до сих пор не перевез свои вещи. Кстати, о вещах. Когда гости будут? В шесть. Я отъеду ненадолго. Вернусь вовремя, обещаю. Девочки, значит, при захвате сзади ваша основная задача это палец противника. Слава, помоги мне, пожалуйста. Вот противник произвел захват. Чтобы ослабить его хватку, у вас есть три варианта. Первый – это удар рукой в пах, либо удар ногой в стопу противника, либо удар затылком в голову. Одновременно с ударом вы производите захват. Например, удар в пах. И дальше делайте с противником все, что хотите. Работайте нос, глаза. Слава, спасибо. Все понятно? Да. А мне не очень понятно. Подойдите ко мне. Захват. Он мой. Теперь понятно? Понятно. Иван Евгеньевич, вас к телефону. Срочно. Славу, принимай. Спасибо. Девочки, встаем по парам и отрабатываем движение. Через две минуты приду, проверим. Бесполезно. Думаешь, ты первая к нему подкатываешь? Говорят, его недавно жена бросила. Он теперь всех женщин ненавидит. Но я не все. Да, я понял, я скоро буду. Мне нужно уехать. Но у вас еще 15 минут занятия. Извините. Ура! Ура! Как быть, солнышко? Ну, как вы тут? Проходите. Обживаетесь? Ну, вон, вроде как, да? Все хорошо. А где же твой? Он на работу отъехал. Ну, скоро... Работает человек, работает. Все на порядке. Это тебе. Постельное белье. Круто, спасибо. Ну, если что, прикроешь на пару дней, окей? Так, а что с чемоданом твоим? Завтра заберу. Слушай, а почему ты не можешь его у своей девушки оставить? Как ее? Аня? Ну, потому что не твое это дело, друг мой Юрий. Слушай, мы же вместе жить собрались, квартиру сняли. И вообще, как ты собираешься теперь... Здрасте, Ольга Иссер. Я за Анютиком. Анютик. Анютик. А что случилось? Девочка ведет себя очень агрессивно. Дерется. Разбила мальчик у нас. Петя обозвал меня козявкой. Ну, так... Слушай, не агрессия, это защита чести и достоинства. И что? Сразу драться? Ну, иногда нет других способов поставить кому на место. Вообще-то, мы собирались позвонить ее маме. Но, к сожалению, телефон был недоступен. Ольга, скорее всего, насыщает. Ну, вы же понимаете, детская агрессия, это очень серьезно. Это нужно к психологам, специалистам обратиться. Слышишь, агрессор? Я проведу с ней воспитательную беседу. Скажи пока. До свидания. До свидания. Так, ну что, водочки? Нет. В последнее время что-то сердце барахлит. Так что я, как все шимпанское, один бокал обещаю. Ой, аккуратно. Простите. Простите. Стой, 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 стой. Сосетки, сосетки. Держи. Хватит, спасибо. Ну, тогда и мне, как всем. Понравиться мне хочешь. Быстрее, быстрее. Ну, если честно, то да. Для меня это очень важно. Ну, будь счастлива, доченька. Ура! 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 Привет, Оля. Как дела? Это куда это вы собрались? Ну, воспитательница на тебя не дозвонилась. Вызвала меня. А у меня мобиль нарядился. Я только сейчас заметила, что из садика звонили. Наша дочь разбила Пите нос. За дело. О, господи, Анют, как ты могла? Ладно, потом поговорим. Марш в машину. Я хочу к папе. Нет, не сегодня, в другой раз. Сегодня ты наказана. Драться плохо, Анюта. Но, мам, я хочу к папе. Быстро в машину. Я же тебя просила, не лезть в нашу жизнь. А я не лезу в вашу жизнь. Я просто хочу вам обоим напомнить, что Анечка и моя дочь тоже. Не забывайте об этом. Вас забудешь. Малышок, у взрослых всегда все сложно. Ты на это внимание не обращай. У тебя всегда будет мама и папа. И я всегда буду рядом с тобой. Обещаешь? Обещаю. Поцелуй. Пока. Пока. Всего доброго. Счастливо. Ну, рассказывай. Что рассказываете? Все. Чем занимаешься? Что в будущем для себя готовишь? Глеб. Ну что, Глеб? Я человек прямой. Хочу знать, с кем моя дочь вместе будет жить. Да все нормально. Я работаю программистом. Где? Много где. Я, так сказать, фрилансер. Фрилансер? Странное какое слово. А как оно по-русски будет? А по-русски это будет свободный художник. Работаю там, где могу быть полезен. Сейчас у меня контракт с несколькими фирмами. Ну, зарабатываешь хорошо, значит, да? Да не жалуюсь. У меня тост. Давайте наполним бокалы. Чуть-чуть, чуть-чуть. Анечка. За то, чтобы ты нашла свою дорогу в жизни. Ой, зря ты институт бросила. Тетя Вальня зря, не зря. Об этом потом поговорим. Да. Пап, ты сушу попробуй. Извините, пожалуйста, очень важный звонок. Так я отойду на секундочку. Вы вообще зря волнуетесь. Я, например, когда из института ушла, то меня мама так переживала, переживала. Ну, теперь-то я дизайнер. Мне клея-то хоть и добавляй. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Да никуда я не пропал. Ну, я занят просто. Мам, ну мне нравится моя новая специальность. У меня жизнь как-то стала интереснее, ярче. И у меня, наконец, ощущение, что я занимаюсь своим делом. Своим, понимаешь? Понимаю, понимаю. Но все-таки жаль. Из тебя такой хороший врач получился бы. Ничего страшного. И дизайнер получился. Смотрите, какую она курсовую работу-то сделала. Ну, ладно. Это еще рабочий вариант эскиз. Ничего страшного. Филипп Старт тоже с чего-то начинал. Ну, да. Это что же такое? Папа, это вешалка. Ты что, не видишь, что ли? Ой. Скорее, орудие пыток. Ты что, порезался? Покажи. У меня пластырь в ванной на стрельном машине. Ничего, ничего. Я сам иду. Я же сказал, что помогаю двоюродной сестре. Нет, это ты давишь. Все, я перезвоню. Подрабатываю в одном банке. Хотели, чтобы я сегодня приехал. А у меня законный отгул. Ну, да. Конечно. Кто-нибудь будет есть суши или нет? Я что-то не поняла. Да, я иду. Ну, заклеил? Подожди. Я вижу, что тебе Никас не нравится, но ты его просто не знаешь. А ты? Ты знаешь? Я знаю. Он добрый. Талантливый. Заботливый, нежный. Он меня любит. А ты? Я его люблю. Папочка, миленький, я понимаю, что ты хочешь меня защитить, но не надо. У меня все хорошо, я счастлива. Анька, Анька, пойдем суши есть. Ну, пошли. Ну, всего доброго. Берегите друг друга. Пойдем мы. Ой-ой-ой, подождите, а вы, а вы что, уходите? Да. А, ясно. Всего доброго. Ну, ладно, всего доброго. Пока. Пойдем. До свидания. Всего хорошего. Так, так, отлично. На. Макс, музыку врубай! Хе-хей! Похоже, я твоему отцу не очень понравился. Да не, прям понравился. Просто, ну, человек такой, прям линейный. Ну, да, сразу видно, военный. Макс! Макс, ну, так, два пальца, не видишь? Два пальца, так, у-у-у-у! Лена, 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 это импровизация! Прости, надо отойти на минутку. Ань, ну, надо ответить. Ой, какой же ты спушный. Так, 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 так! Теперь ты иди ко мне, иди. Давай, 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 давай! Хватит думу, хватит! Пошли, 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 пошли! Макс, я хочу еще вина! Принеси мне, пожалуйста, еще! Ну, соседи, а можно потише? Ты чего тут мерзнешь? Ой, здрасте! Здрасте! Музыку можно потише, ночь на мере? Здрасте! Да, конечно, снимусь, пожалуйста. Слушай, говорит, что мешаем сильно. Лена, прекрати. Ой, а кто это у вас там? Я прошу, пожалуйста, не ори, ладно? Знаете, мне кажется, с вами очень опасное меддело. Вы боец? Нет. Но у вас во взгляде что-то такое опасное! Лена, прекрати, пожалуйста. Ну, что вы тут заехали? Сбирайте. Я тут общаюсь, между прочим, с очень интересным молодым человеком. Не мешай мне. У меня сейчас проблемы будут с соседями, пока ты с ним пообщаешься. Макс, забирай, пожалуйста. Лен, все, пошли. А где вина? Я же просила. Я мечтарел, что мечтарел. Макс, все, тихо. Слушайте, я-то ничем не рискую. Мне и тех денег хватит. А вот у вас будет проблема. И крупная. Ну, короче говоря, я надеюсь, что мы друг друга поняли. Завтра. Отлично. И вам всего наилучшего. Анечка, прости, я закончил. Эй, ты чего? Ну, чего? Я пришла спросить. Ты когда свои вещи перевезешь? Ну, на днях, думаю. С делами разберусь. С какими? Айня, у меня много разных дел. Я, как и все, пытаюсь выжить в это непростое время. А скажи, у тебя дела какие-то, они секретные, я не пойму. Ань, ты чего вообще? А у меня такое ощущение, что у тебя своя собственная жизнь. Я не знаю, что у тебя за друзья, что у тебя за работа. Я вообще о тебе ничего не знаю, ты понимаешь? Мама в санаторий, вещи перевезу как-нибудь. Все позже, все потом. Класс. Ребята, ребята, вы вообще с нами, нет? Видимо, нет. Знаете, мы пойдем домой. Вам огромное спасибо. Было все за бес. Потусили, поразвлекались. Квартира, вов. Так что вы все, все, все будет хорошо. Провожать нас не надо. Мы пойдем домой. Я сказала, пошли домой. Что делаешь? Папе письмо пишу. Я правильно написала? Не очень. Надо писать тебя и не папочка, а папочка. Поздно уже. Давай спать ложиться. Хорошо, котенок? Я свет выключу. Хочу со светом. Котенок, ну нельзя со светом. Все люди спят в темноте. Давай. Оль, может, хватит потакать капризом? Ребенок давным-давно должен спать. Эдик, да ничего страшного. Она просто переволновалась сегодня. Дело не в сегодня. Дело в том, что воспитание должно быть последовательным. А то сегодня спать при свете, а завтра еще что-нибудь. Я выключаю свет. Я хочу со светом! Анюк, да что такое, господи? У тебя ничего не болит, а? Все болит, здесь болит! Вот об этом ты должна поговорить со своим бывшим. О чем поговорить, Эдик? О том, что он портит ребенка. Это ты все портишь! Это ты украл у нас мамку! Я не люблю тебя! Мамочка, умоляю, отпусти меня жить к папе! Солнышко, Эдик! Худо тебе нового ребеночка родить! А у папы никого нет! Только я! Я! Иди сюда! Я тебя очень сильно люблю! Эдик, уйди уже отсюда! Эдик, уйди! Я не могу. Это что? Ну, посмотри. Это мы. Здорово. Я думал, преподнесу тебе после вечеринки. Ну, так и получилось. Я люблю тебя. Спасибо. Ай! Это было не все. Здравствуйте. Здрасте. А вы че, тоже бегаете? Да, вот, решила, сегодняшнего дня. Можем вместе бегать. Я боюсь, вы не выдержите мои темпы. Ну, я по крайней мере попробую. Ну, тогда вперед. Привет, Таня. Прости, не разбудила? Я мобильник свой никак не могу найти. Может, я его вчера забыла, а? Проходи, посмотрим. А куда же я его могла деть? Вы посапались вчера. Как? Все в порядке? Да, нормально все. Ясно. А Никас там? Да. Никас! Подъем! Не ори, пожалуйста. Иди на кухню. Кофемолку щелкни. Хорошо. Я его распужу. Отлично. Подождите, пожалуйста. Попейте воды, только немного. Спасибо огромное. Может, мы чуть сбавим темп? Нет, вы отдыхайте, я продолжу. И вы оставите новичка, да? Воду оставьте себе. Мамочка, мамочка. Ух-х-х. Ух-х. Ух-х. Ну, я не знаю. Никас. Ух-х. Никас, Соня, просыпайся, там Ленка пришла. Никас, Никас, Никас. Тише, тише, хорошая моя, я прошу тебя, выпей водички. Выпей водички, возьми себя в руки, все будет хорошо, слышишь? Давай, вот, давай, умница моя. Вот, 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 чуть-чуть. Давай, еще, еще. Давай, умница, вот, да, молодец, ты мне сейчас расскажешь, что у вас случилось, ну? Тише, 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 тише. Ань, вы же поругались вчера, так? Мы поругались, да, ну, чуть-чуть, чуть-чуть поругались. То есть мы потом помирились, помирились. Не трогай меня. Ты что, думаешь, что это я? Нет, Аня, я так не думала. Ты думаешь, что это я? Я не могла его убить. Аня, подожди, я так не думала. Я его любила, ты что, дура, что ли? Я просто пытаюсь тебе помочь вспомнить! Да что вспоминать-то? Мы поругались, потом, потом мы помирились. Что, потом мы спать легли. Кажется. Что значит «кажется»? Я ее помню. Я ее не помню. Не помню. Тихо, тихо. Это Никас. Тихо, тихо, давай. А, ну-ка, ответь. Давай, давай, давай. Отвечай. Алло. А, извините, это Аня, правильно? Да. А могу я Никаса услышать? Это срочно. А это не Никас. Алло. Здравствуйте, меня зовут Лена, я подруга Аня. Никас сейчас не может ответить, и Аня тоже. Что-нибудь передайте? Передайте ему, чтобы он не забыл сегодня забывать. Хорошо, я поняла. До свидания. Слушай, Аня, ты знаешь, кто такой Юрик? Нет. Никас сегодня должен был у него забрать какой-то чемодан. Лена, надо в полицию звонить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok А где сидел? Здесь, да Понятно Там в вазочке деньги Это ваше? Да, это за квартиру Получается, что Некто забрал ноутбук А деньги, лежащий На самом виду, не взял Товарищ следователь Ну что вы к ней пристали? Вы что, не видите, что ей и так нехорошо? Ну понятно Значит никаких соображений по этому поводу нет Ладно, давайте вернемся К вчерашнему вечеру Только желательно поподробнее Когда пришли, когда ушли Ну и так далее Мы были в Альрадо Вчера Это ночной клуб Вот как? Да, нас не было Да, 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 да Мы поехали туда примерно где-то к одиннадцати А расстались Слушайте, я уже не помню, светало Так что его мог кто угодно Хорошо Проверим Андрей Григорьевич Да? Тело выносим Комнату печатаем? Да, давайте Мы сейчас опечатаем спальню Если у вас там остались какие-то личные вещи То можете забрать Только потом покажите, что взяли Вот так, на всякий случай Я можно помогу тоже? Да, конечно Тихо, тихо, тихо Тихо, тихо, пошли Давай, дорогая, собирайся Вот Тихо, тихо Тихо Папуль, это я написал тебе письмо Мама в ванной Маленькая моя Любимая моя Мы скоро увидимся. Обязательно. Обещаю? Обещаю. Я тебя очень люблю. Ладно. Пока, папулечка. Пока, сокровище мое. Пока. Вот я все собрала. Да, хорошо. Посмотри. Вам сейчас придется проехать с нами в отделение. Там более подробно опишите, что вчера происходило. Да. Вы сможете? Я тоже поеду. Нет, спасибо. Вы пока свободны. Но постарайтесь быть на связи. Хорошо. Ну что у тебя? Так, ну, в двух дальних квартирах никто никого и ничего не слышал. И не видел. А с хозяином этой квартиры ушел на работу. С ним соседка с утра столкнулась. Не грустно. Зато он работает где-то здесь, рядом. В Марабу. Ну, это фитнес. То ли тренер, то ли что-то типа того. Хорошо. Значит так. Сейчас тогда пойдешь в этот фитнес. Поговори с хозяином. Заодно и разу знай, обо них поймем что-нибудь. Ладно. Да-да, ну это понятно. А что по соседям? Здравствуйте. Здравствуйте. Иван Евгеньевич Гарин? А что еще? Да. Ну, спасибо. Это важная информация. Давай, пока. Все. Здрасте еще раз. Как мне найти Гарина? Он там. Иван, подойди, пожалуйста. Да. Тут к тебе из органов. Спасибо. Добрый день, Иван. Здрасте. Я по поводу убийства у вас на лестничной клетке. Какого убийства? Били вашего нового соседа, Николая Михайлика. Вы знакомы? Нет, не знакомы. Там соседи по сто раз в год меняются. Квартира сдается. Понятно. Ну, может быть, вчера вечером что-то слышали. Ну, там был гудеж, вечеринка какая-то. И я выходил на балкон и высказывал свои претензии. К кому? Ну, соседке с ее подружкой. Вы уверены? Подтвердить сможете? Слушайте, я так не люблю вашу эту бумажную лакиту. Это понятно. С вашей сосудимостью. Но я буду настаивать, чтобы вы присутствовали при составлении протокола. Хорошо, пишите, я подпишу. Ладно. А во сколько вы приехали из клуба? Часов в пять, в шесть. А каким образом? Участников поймали. Послушайте, я правда плохо помню, потому что мы много выпили. Скажите, а вы не припомните, во сколько вы уехали в клуб? Часов в девять, в десять. В десять. А вы занимаетесь делом моего сына? А вы мать Николая Михалика? Да. Так это она, это она, она убила! Тихо, тихо, тихо! Успокойтесь! Успокойтесь! Она! Я его не убивала, я его любила! Тихо, 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 тихо! Зачем? Зачем вы ее отпустили? Пожалуйста, сядь, тихо, сядь! Зачем? Сядь, успокойтесь! Коленька! Я сейчас водички беру. Коленька был такой хороший, такой интеллигентный мальчик! Что? Вот вы все. Что вы с ним сделали? Иван! Ну что, услышали про судимость? В общем… Да ладно вам, долгие проводы, лишние слезы, я все понял. Вань, ну, клуб у нас солидный, ну, для респектабельных клиентов. И мы не можем позволить бросить на себя тень. А ты… Ты, мужик нормальный, я против тебя ничего не имею. Но это бизнес, Вань, ничего личного. Зайди в бухгалтерию, получи расчет. Извини. Сосед подтвердил, что видел Василькову со свидетельницей на балконе около полуночи. А Василькова утверждает, что они уехали в клуб часов в девять-десять. Не сходится. Василькова сказала, что ноутбук пропал. А вот подруга никакого ноутбука не видела. То ли это убитый спрятал ноутбук, пока они в клуб ездили. Мне Василькова спрятала, чтобы подозрения от тебя отвезти. И вот что, проверь-ка ее альвис-клубом. Сделаю. Проходите, я подожду. Вы же меня боитесь, я не буду вас смущать. Спасибо. 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 Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Вы кто? Девочка, тебе это знать совершенно незачем. Слушай, красавица, лучше спать будешь. Но только после того как товар дадите. Усекла? Какой товар? Да что ж там происходит? Не тупи! Товар у Никоса! Никоса нет, он умер. Точнее его убили. Иди сюда. Что происходит? Успокойся. Что надо вам? Успокойся, успокойся. Мы уходим. Пошел. Пошел. Зря ты так. Я знаю. Что они искали? Оружие, наркотики? Вы с ума сошли? Может, на наркоманов похожи? Да нет, не похожи. Спасибо вам большое. Ну, а это еще что за убожество? Это не убожество. Это моя курсовая по дизайну. Да что вы. Ну, извините. Очень оригинальная вещь. Я должен задать вам один вопрос. Я понимаю, что он не своевременный совсем. Но я должен. Может, это были знакомые, ну, этого вашего. Никос. Ну, да. Да нет, откуда? Это же бандиты натуральные. Ну, меня в первый раз тоже за бандиты приняли. Помните? А эти, это какие-то сотрудники охраны, что ли? Сразу не разберешь. Нет, нет. Это какая-то глупость. Никос не мог общаться с такими людьми. У него все друзья были, но… Ну, в общем, вы не знаете, кто были его друзья. Значит так, звоните в полицию. Про меня ни слова. Скажется, что пришли эти двое. Вы шуганули их своим этим произведением. Я? Вы. Простите, у меня своих проблем выше крыши. Мне еще в ваш ввязываться совсем не резон. Я не мог звонить. Они и так меня подозревают. Ну, значит, вариант только один. Найти то, что у вас просит и решить проблему. Удачи. Я через дверь выйду. Заключение по орудию убийства Михайлика. Ну и что там? На ручке ножа только одни отпечатки. Василькова и Анны. Угу. Обратным хватом удар сильный и точный. Андрей Григорьевич, ну неужели пьяная девица может нанести такой удар? Ну, если она спортсменка. Василькова не похожа на спортсменку. Она на курсы дизайна ходит. Ну, может, и она была в состоянии аффекта. Знаешь, женщина в состоянии аффекта еще не на такое способна. А вы обратили внимание, что отпечатка большого пальца на ноже нету? Нож без гард. Рука бы соскользнула. Порезалась бы. Не факт. Ну, ты молодец. Видишь нюансы. Так, что у нас с клубом? Сейчас еду. Собираюсь. Ты что делал до сих пор? Да я отчеты сдавал, Андрей Григорьевич. Да вы не волнуйтесь. Клуб еще закрыт. Персонал только к двум подходит. Я успеваю. Ты давай, давай. Поживее там. Анют, давай договоримся. А еще минуту и пойдем домой. Ну, мам. Привет. Привет. Приветик. Вы почему не в саду? Слушай, да там трубу прорвало, отопить надо. Сказали детей не приводить. А, ну и хорошо. Спокойный день проведешь с дочерью. Да какой там спокойный, мне постоянно звонят с работы. А ты чего пришел? Договор, думал, оставил. А, понятно. Как дела, матрешка? Я не матрешка. Я не люблю, когда ты меня так называешь. А мне нравится тебя так называть. Ой, чего это у тебя там под носом блестит? Самого блестит. А без меня никак нельзя обойтись, да? Ну да, как всегда. Хорошо, я подъеду. Опять вызывают на работу. У них постоянно что-то не так без меня. Ты останешься с Анютой? У меня сегодня оглашение результатов тендера. Ну, ты же можешь узнать все по телефону, а? Не могу. Оля, вообще-то у меня есть свое начальство. Хорошо. И какой тогда выход? Прости, но, по-моему, пора расставить приоритеты. То есть бросить все и сесть как лучше с ребенком, да? Оль, Анюта твоя дочь. Да. Кому ты собираешься звонить? Отцу моего ребенка. Ну, вообще-то мы, по-моему, только вчера об этом говорили. Прости, Эдик, но я другого выхода не вижу. Я поеду к папе. Да, Анют, если он дома, ты поедешь ко мне. К папе, к папе. У тебя что, кашляет? Нет, это я так случайно. Алло, Вань. Слушай, у меня такая ситуация, мне надо Анюту оставить с тобой. Ты можешь с ней посидеть? Угу. Спасибо. Сейчас подвезу. Аня? Да. Вот чемодан Никаса. Спасибо большое. А что, Никас сильно занят? Да, очень. Он тяжелый? Как вы с ним справитесь? Нет, ничего. Меня перекусить. Спасибо. Пусть Никас позвонит мне, как сможет. Угу, хорошо. Может, все-таки помочь? Андрей Григорьевич. Ну? Что там в клубе? Так, ну, по фото никто из работников ни Василькову, ни подругу ее Макееву не опознали. Я взял записи с видеокамер за прошлую ночь. Так, вот это вот из зала, а вот это со входа. Ну, мы быстренько на перемотке посмотрели, никого похожего. Значит так, давай-ка сделаешь нам чайку, а я пока посмотрю камеры. Повнимательнее. Ну, хорошо. Ну, и че? Перестроиться боишься? Что, простите? Да это я не вам. Вон Беха сзади едет и едет. А давно она за нами едет? От самого банка. Оль, привет, я на месте. Вы далеко? Мы подъезжаем, три минуты. Хорошо, я жду, не торопитесь. Ну, вон смотри, опять нарисовался. Я уж думал, делся куда-то. У вас, кстати, муж не ревнивый случайно? Нет, то есть, у меня нет мужа. Вот здесь остановите, мы приехали. Как скажете, барышня. Спасибо. Спасибо большое. Опять вы? Со мной следят. Вон, видите? Здравствуйте. Девушка, как вас зовут, кстати? Аня, ну, это неважно. Она, наверное, проехала, но за нами точно ехала черная БМВ. Возьмите, позвоните в полицию. Малыш. Папа, а мы на желтый проехали. Народ, что ли, значит? Нет, на красный у тебя. А на желтый чуть можно. Привет. Ты со знакомой? Здрасте. У тебя опять дедблайн? Да, да, да. Здесь в кармане лекарства. У Анюты кашель в шесть, чтоб дал целую ложку, понятно? И никаких сладостей, никакого фастфуда. Я как вечером освобожусь, позвоню, хорошо? И не гуляйте. Пап. Спасибо. Папа. Они, наверное, и меня допрашивать будут. Мы за минуту такое алиби настряпали. Ты-то чего? Какое алиби? Ну, как следователь пришел, стал расспрашивать, кто где был. Я сказала, что мы с Анькой в клубе были. Спятила? А что мне оставалось делать? Я же должна была как-то подругу защитить. А если они выяснят, что вас в клубе не было, что тогда? Да, просто там такое количество народу, это вообще нереально. Ну, я же говорил, не было их там. Телефон Макеевой. Есть. Вызывай. Макс, тебя еще никто не допрашивал, никто никуда не вызывал. Если вызовут, скажешь, я не знаю, что напился, что заснул и вообще не помнишь ничего. Слушай, я вообще не понимаю, чего ты ее защищаешь? Ведь это она сделала. Она не могла. А кто еще Лена? Они оставались вдвоем. Накануне поссорились. Она его ревновала. Все ясно, как день. Макс, а ты и меня кинешь, если что? Если ты на меня с ножом кидаться будешь? Да. Спасибо, что предупредил. Лен, ну ты-то не глупи, а? Отвали. Лен… Сказала, отвали от меня! Алло. Да, здравствуйте. Это я. Хорошо, я. Я сейчас приду. Макс! 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 Давай. Поехали. 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 Анют, а ты куда? Я с Арменьки Далипина. Пойду порисую. Бедненький, заморж наверх. Почему вы плачете? А что? Почему вы плачете? У вас что-то случилось? Мой пап очень сильный и очень настоящий мужчина. Он может вам помочь. Его позвать? Нет, не надо. Просто меня предал один человек и мне очень обидно, поэтому я реву. А ты моя соседка? Да. Меня Аня зовут. А меня Анюта. О, так мы тезки. Нет, мы не тезки. Я не Аня. Я Анюта. Так, а ты что здесь делаешь? Холодно же, а? Здрасте. Здрасте. Ну-ка, сиди там, а то от мамы опять получше. Это ваша дочь? Нет. Моя жизнь и мое сокровище. Что у вас случилось? Нет, ничего. Тебе сколько штучек? Давай три. Помоги мне. Ешь аккуратно, никуда не торопись. Приятного аппетита. Тебе. Тебе. Спасибо. Сметанки? А что не ешь? Она плакала. Кто она? Тетя на балконе. Ее обидели. Да, и сейчас нелегко. Ты не хочешь ей помочь? Ты же настоящий мужчина, а не то, что этот мамин Эдик. А настоящий мужчина женщину в беде не бросит. Пойдем со мной. Да. У вас все в порядке? Нет. А что случилось? Да, я просто узнала, что… Никасу, оказывается, на меня плевать было. Вы неплохо держите удар. Вы большая молодец. Спасибо, солнышко. Куда вы знаете, что я солнышко? Меня так папа называет. Ну, потому что ты и есть настоящее солнышко. Впустишь? Пожалуйста. А что это? Осторожно. Это вешалка. Похоже на вешалка? А у вас там печенье, можно? Да, конечно. Какая ты наглая. Давай только одну, у тебя аллергия. Помнишь? Я сама пекла. А чем твой этот занимался? Как его? Никас. Он программистом был. Пап, я взяла две. Мне-то одну я сказал. Ну да, я все понять пытаюсь, что люди приходили, что они спели здесь. А на какой фирме? Он с многими фирмами сотрудничал. Ясно. Программист, обработка данных. Да, скорее всего так. Информация это очень ценная вещь. Может он что-то такое накопал и… Ну, насколько я понимаю, он все же больше занимался защитой этих данных. Ну, возможно, он получил доступ к чужим секретам. Возможно, даже к секретам финансовым. В общем, надо найти то, что он накопал. Я ничего не понимаю. Я даже не знаю, что искать. Я тем более. Храните, как печеньки? Очень вкусно. Угу. Кстати, ноутбук Никаса пропал. Ну, это точно не ноутбук. Иначе они бы не вернулись. На это что-то остается до сих пор у тебя в квартире. Я бы на том месте все обыскал. Начинаю от входной двери и по часовой стрелке комната за комнатой. Думаю, найдешь. А можно мне печеньки с собой взять? Так, конечно, можешь все забрать вместе с вазочкой. А, у нее же аллергия. Че страшно, я съем вазу, верну. А тебе все, хватит, по-моему, прыщик уже. И вообще у нас по плану дневной сон. Так что говори спасибо и до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо. Пока. Ну и что, что нас нет на камерах? Мы могли попасть в слепую зону. А есть еще показания администрации. Вас никто не видел. А вы вообще в клубах бываете? А вы сходите. Сходите и посмотрите, какое там количество народу. Я не удивляюсь, что нас не запомнили. Вот. Уголовный кодекс. Статья 307. За лжесвидетельство. Ознакомьтесь. Если вы смоли, а не нужно меня вот этим пугать. Можно я пойду, мне уже здесь сделано? Присаживайтесь. Андрей Григорьевич, тут это… К вам доброволец. Присаживайтесь. Садись. Лен, я подумал, так лучше будет, если я правду скажу. Значит, вы тоже были в тот вечер в квартире Васильковой? Да. И ни в какой клуб мы не ездили. Так, скажите, пожалуйста, а вы не припомните, не ссорились ли Михалик с Васильковой? Было. Никас вышел в коридор позвонить, потом вышла Аня. А когда мы с Леной вошли, она на него кричала. Скажите, а могло быть так, что Василькова настолько разозлилась на Михалика, что могла его убить? Слушайте, вы такие вопросы задаете? Не знаю, может быть. Тебя нужно было Павликом назвать. Морозовым. Лен… Зря Вы так. Он ведь Вас защищает. Ага, сейчас. Скажите, а кто еще был в квартире в тот вечер? Анина, родители. Ленусь, ну неужели ты не видишь очевидного? К тому же я Аню не осуждаю, и суд наверняка примет во внимание то, что она была в состоянии эффекта. Правда? А у Вас есть координат родителей? Нам пришлось действовать тайно, чтобы никоим образом не бросить тень на банк. Алексей Владимирович, Вы же понимаете, дело-то интимное. Ваши методы меня не интересуют. Мне важен результат. Что с этой девушкой? Она в курсе? Непонятно. Может, нет. А может, врать умеет хорошо. Да она просто денег хочет наварить. Ладно, а сосед? Любовник что ли? Пока нет точной информации. Скорее всего, они вместе работают. Никаса убили, товар забрали, а теперь попробуют его сбыть. Версии здесь выстраивать буду я. А Ваша задача найти информацию. И быстрее. За что я Вам деньги плачу? Работайте. Митяй, ну что с этой девчонкой-то будем делать, а? Слушай, может, ей все-таки денег предложить? Ну, не знаю, не знаю. Если она ради информации парня своего убила, то, думаю, вряд ли нам хватит денег. Спасибо. Вот балда, а! Забыла! Алло, Вань, я Анютина на лекарства забыла. Я сейчас подобрала. Везу его. Ничего страшного, я сейчас в аптеку сбегаю и куплю. Да не купишь ты в аптеке. Все, я выхожу. Мамуль, да нормально все. Ну что голосок у тебя такой, Класс? Нет, у меня не огорченный голос, я просто устала. Анечка, а мы за тебя волнуемся. Скажи мне, как там папа? Сегодня обжег ходил, пришел и лег. То ли давление, то ли сердце. Давай я ему валюту. Вон лежит, кивает, привет тебе передает. Мам, я тебе перезвоню, ладно? Хорошо. Зачем вы меня преследуете? Простите, пожалуйста, я наверное ошиблась. Не ошиблась. Мне нужен Никас. Ничего себе. Так я же с Саней разговаривал и она мне ничего не сказала. Хотя ее можно понять. В каком смысле? Ну, если она узнала. Узнала? Про что? У Никаса Роман на работе вышел. С Мариной, начальником по работе с юрлицами. Ну и может Аня догадалась. А где я могу найти эту Марину? Она ушла уже. Как ушла? Посреди рабочего дня? Ну, беременным можно. Да, я смотрю, Николай Михайлик здесь времени зря не терял. Так у них что, все серьезно было? Да не, у него нигде ничего серьезного не было. Жил он у мамы, крутил с Мариной. А потом еще и с Аней. Чемодан свой у меня оставил. Чемодан? А где он? Только его Аня забрала. Спасибо. Нет, я туда не могу. Там все произошло. Как же так, а? Я же только вчера с ним по телефону разговаривала. Такой шумар какой-то был и нет. А вы ему кто? Я ему кто? У нас все серьезно было. Мы неделю назад заявление обводили. Разписаться должны были. А вот ты ему кто? А я с ним живу. Ну, жила. А может это ты его, а? Убила. Из ревности. Узнала обо мне и убила. А вы что? Я даже не знала, что у него кто-то есть. А может это вы его убили? Выследили, залезли в квартиру и убили? Точно! Господи, что я несу? Простите, пожалуйста. Никас вчера мне сказала, что он сестре помогает. Тебе, значит. Ну, конечно, ни в какую сестру я не поверила. Особенно, когда этот чемодан увидел. А когда ты пришла, решила, что он у тебя прячется. Прячется. Я у него билет электронный нашла. У него Гоа. На одного человека. На одного? Как же Зайс? Ой! Что? Дышать трудно. Вам по воду попить? В машине. На заднем месте. Да хорошо, и сейчас? Что? Не знаешь, какому понравится, да? Да расслабься ты. Бесполезно все равно. Ну, тебе-то может быть и бесполезно. Ну, конечно. Ты же у нас неотразимая. Только что-то незаметно, чтобы Иван на тебя запал. Пойдем. Куда вы собрались? Ну, так тренировка сейчас. Вы что, объявления не видели? Да уволили Ивана. Да ладно, серьезно? Да? Ничего себе. Нормально. Я подхожу. Анечка спит? Я на секунду. С вами все в порядке? Я не буду звонить. Просто дверь открой. Да. Никого. Ну что, придется по старинке? Без хозяев? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Опять вы? Мужик, не лезь, не свое дело. Слышь, ты уже достал. Занимайся своим делом. Понял? Все, уходим. Во что ты опять ввязался? Постой, Оль, все нормально. Где дочь? Дочь спит. Дочь! Пошли по черному ходу. Лучше. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо. Вот ведь гад, а? Обеих хотел бросить. Даже на ребенка плевать. Не надо было мне все это вам рассказывать. Простите, пожалуйста. Не вини себя. Правильно, что сказал. Правильно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мне на работу пора. Вам нельзя за руль сейчас? Вот. Очень хороший адвокат. В твоей ситуации. Только к нему. Я не убивала Никаса. Но подозревают-то тебя. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Возьми. Спасибо большое. Надевай джинсы быстро! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА А Анюта, ты о ней подумал? Игорь Ильич, пойдем, там оденемся. Пропусти, отец! Мама, пожалуйста, оставь меня с папой. Мама. Здрасте. Папочка. Папа. Я из-за вас ребенка потеряю. Из-за меня? Да, из-за вас. Ваши молодчики приходили. Они не мои. Мне все равно, как вы относитесь к полиции. Но либо вы сообщите, куда следует, либо это сделаю я. Вот и сделайте! Извините, добрый день. Вы, случайно, не Марина? Вы кто? Уголовный розыск. Хотел задать вам пару вопросов о Николае Михайлике. Я в курсе, что его убили. Ну, не знаю, за что. Серьезно? А эту девушку Аню поддерживаю, понимаю. Можете так и записать. А Аню, это Василькову Анну? Ту, которую он обманул. Так же, как и меня. Понятно. А есть у вас какие-нибудь доводы, помимо эмоциональных? Она нашла у него билет на ГО. Он собирался свалить. Один. И я могу идти? Конечно. Только, знаете, вы бы зашли бы к нам в отделение. И если сможете. Да. Может быть, что-то вспомните? Это распоряжение директора. Что вы хотите от меня? Да мы хотим, чтобы именно Гарин остался. Понимаете? В вашем клубе это лучший тренер. Если директор этого не понимает. Это не моя компетенция. А чья? Что это вы должны решать вообще за это дело? Вот дело, что здесь происходит. Мы хотим, чтобы Гарин остался. Почему вы увольняете? Я не поняла увольнение Гарина. Да, объясните. Дорогие дамы, я прекрасно понимаю ваши чувства. Но репутация заведения требует соблюдения некоторых правил. Какие правила? Вы раздеваетесь? Ваш заведение закрутит. Я уже дал объявление. У нас будет новый хороший тренер. Не нужен нам другой тренер. Мы хотим с Гарином работать. Хорошо, хорошо, хорошо. Подождите. Я еще не договорил. Есть выход. Иван Гарин может арендовать в нашем клубе зал. И проводить занятия, скажем так, в частном порядке. Такой вариант вас устраивает? А как-то по старому ничего нельзя оставить. По старому мы можем оставить стоимость занятия и расписание. Ну, устраивает. Нет, подождите. Может быть, лучше вначале Ивана спросить? А знаете, я поеду и спрошу. Дайте мне, пожалуйста, его адрес и телефон. Я не обвиняю пока вашу дочь. Мы хотим во всем разобраться. Что вы можете сказать о Николае Михайлике? Мерзавец. Глеб. То есть, вы косвенно подтверждаете, что погибший мог нанести душевную травму вашей дочери? Вот не надо только передергивать. Андрей Григорьевич, я тут встретился с девушкой Михайлика. Ну, с той, которая беременная. Большое тебе спасибо. Так у Василькова железный мотив для убийства. Можно брать ордер на арест. Выйди отсюда. Подожди меня в коридоре. Слушаюсь. Вы что там шьете моей дочери? Какой еще ордер? Я сам бывший военный. И мне лапшу на уши. Вешать не надо. Бля, поспокойся. Здесь во всем разберутся. Я не позволю делать из своей дочери козла отпущения. Вы, он уже мысленно дело закрыли и на полку положили. А у меня есть друзья. Так. Знаете что? Давайте без угроз и без истерик. Да спешитесь вот здесь. Я нас попозже еще раз вызову. Ничего подписывать я не буду. Как хотите. Ваше право. Мерзавец. Надо было сразу его гнать поганой метлой из дома. Это ты все. Ты. Личная жизнь. Личная жизнь. Вот до чего дошла эта личная жизнь. Да не волнуйся. Господи. А этим только дай повод сразу арестовывать. Нет, чтобы бандитов ловить, так они девчонку беззащитную. Ну не волнуйся. Кому ты звонишь? Кому, кому. Дочери. Привет. Ольга, Геннадьевна, вас уже ждут. Хорошо. Дай карандаши, бумагу пусть порисуют. Анют, веди себя хорошо. Я постараюсь побыстрее. Пойду поищу тебе карандаши. Чай, кофе будешь? Печенье? Смотри, это кредитная карточка. Мы пойдем в банк и снимем с нее деньги. Будем очень-очень богатыми. Мы уедем вместе с папой. Алло, пап, прости, я не успел подойти. Ань, тебя арестовывать едут. Что? Ты спрячься где-нибудь. Мы потом тебе деньги вышлем. К телефону не подходи. Глеб, ой. Алло, пап, пап, алло. Черт, не успели по хате пошарить. Ладно, не дергайся. Давай посидим, понаблюдаем. Может, чего интересного увидим. Я хотел извиниться, что я сорвался на тебя. Меня сейчас арестуют. Возьми паспорт и куртку. Быстрее. Участковый хозяй квартиры уже идут. Андрей Григорьевич, ну извините. Не знал я, что это родители Усельковой. Когда не знаешь, молчать надо. Только как первый день на работе. Потом они люди пожилые. Отец по рогу сразу. Ордер, арест. Ну да, некрасиво получилось. Но они все равно бы рано или поздно узнали. Да ладно. Ну что, что мне теперь делать, скажите? Значит так, после ареста подозреваемый ключики заберет себе. А сейчас посмотрите, что в квартире изменилось или пропало. Да что же толку? Пойдете. Вся репутация к черту. А девушка такая приличная была, даже не накрашенная. А мне теперь как быть? Что теперь соседи скажут? Они же меня все равно найдут. Не найдут. Ты, кстати, информацию-то нашла? Нет. Я даже пломбу вскрыла на двери в спальне, но там ничего нет. Давай, Ванну. Ванну, пищи. Быстрей. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Добрый день. Здрасте. Не помешала? Помешали. Я, конечно, думала позвонить, но решила, что зайти будет лучше. Тем более новость хорошая. Что за новость? Может, я пройду? Нет. Я думала, приличные люди живут, молодые, непьющие. А тут убийства. Что теперь делать? Как теперь доверять людям? Лейтенант, поговорите с хозяйкой. Снимите там показания. Ну, очень как полагается. Товарищ капитан, там пломба сорвана в спальне. Я сейчас подойду. А чем это на вчера здесь не было? Субтитры подогнал «Симон» Билет на одну персону, в один конец. Вот так, коллега. Да. Ревность страшная сила. Юля, у меня совершенно нет никакого времени. Да вы что? А я думала, что у человека после увольнения его предостаточно. Ну, я могу работать и в других клубах. Ну, зачем? Мы же к вам так привязались. И сегодня, между прочим, из-за вас был скандал. Директор сказал, что вы можете арендовать зал. Нужно только договориться о часах и о вознаграждении. Хорошо. Хорошо. Я обязательно об этом подумаю. Иван, ну, я же знаю, что у вас есть некоторые проблемы личного характера. Ну, зачем вы так сурово с нами, с женщинами? Ну, я же вижу, я вам не безразлична. Различна. Зачем вы так упрямите? Вам пора. У вас кто-то есть? Это не ваше дело. Я, конечно, понимаю, что это не мое дело. Но могли бы хотя бы предупредить. Я и так слишком долго был вежливым. Добрый день. Не помешал? Мне нет. Я уже ухожу. Следователь Горохов, хотелось бы поговорить. Здравствуйте. Я вижу, вы пользуетесь популярностью у женщин. Я хотел задать вам несколько вопросов по поводу вашей соседки. Вы, случайно, не знаете, где она? Понятия не имею. Ну, может быть, видели, как она уходила? Ну, или слышали что-нибудь там. Шум, драка, скандал. Я ничего не видел и не слышал абсолютно. Это... Доченька оставила. Гостила у меня. Один же ведь? Да, один. Если это все ваши вопросы, я вас прошу. Мне надо собираться. Я говорю же, вы не горите желанием помочь следствием? Абсолютно никаким. Я из-за этого сегодня работу потерял. Ладно. Так вы не один? Нет, не один. Послушайте, я ведь с ордером приду. Я буду ждать. Алло, да, мама, я слушаю. Анечка. Что, нельзя было телефон выключить? Успокойся. Успокойся. Я не могу сейчас говорить. Я... Тут у нас беда такая. У отца сердце прихватило. Мы сейчас в больнице. Сказали, инфаркт. Что? Ты... Ему помогли? Врачи что-нибудь сделали? Ну, вот сейчас решается, нужна операция или без нее можно как-то обойтись. Ты бы приехала. Я перезвоню. Значит так. Глаз подъезда не спускать. Появится подозреваемая, арестовать. А если с ней будет качок, с треска под ноль, чуть повыше у меня роста, тоже берите. Понял. Ну, аккуратно. Не, не прорваться сегодня. И что, значит, сегодня в пролете. Что случилось? Папа у него... У него... Сердце часто покалывало, а у него инфаркт. Он жив? Да. Слава Богу. У нас другая проблема. Полиция там и там. У вас из-за меня будут неприятности. Да, это ерунда. Уходить надо. Сумку бери. А может, ты на крыше полезен? Ты что, высоты боишься? Да, очень. Ну, че, Маш, останешься? Нет, я и не могу. Я боюсь. Не смотри вниз. Просто делай то, что я тебе говорю. И смотри на меня. Поняла? Нет, правда. Мне очень страшно. Просто делай то, что тебе говорят. И все. Не надо со мной так разговаривать. Иди сюда. Иди сюда. Пожалуйста. Не бойся. Аккуратненько. Ручкой держись. Ножку опускай. Давай-давай-давай-давай. Я тебя страхую. Понимаешь? Все. Молодец. Давай еще. Давай. Ручки-ручки опускай. Нет-нет. Стой-стой-стой-стой-стой. Я с тобой. Давай. Аккуратненько, медленно. Никуда не торопись. Главное, чтобы менты первыми товар не нашли. Что-то мне подсказывает, что товар уже перепрятали. Эта парочка точно спелась. У меня интуиция, знаешь, как работает? Ну, а шефу мы что покажем? Интуицию твою? Опа. Вот же они. Давай за ними. Ну, урод, дорогу перекрыл, а? Давай. Какого черта ты тут стал? Ко мне опять идти. Быстрее, машина. Стой-стой! Давай обратно в машину. Какой ты кошмар. У меня друг в Европу уехал. Ключи от дачи оставил. Можно у него пересидеть. У меня папа в больнице. Я должна к нему поехать. Там он тебя и возьмут. Или полиция, или эти двое. Ну, что, едем? Едем. Алексей Владимирович, ну, кто знал, что полиция их спугнет? По крайней мере, теперь ясно, что они вместе действуют. Я так предполагаю, информация у них с собой. Скорее всего. Но номера я запомнил. Ведь я уже позвонил своему человеку куда надо. Так что найдем. Да уж, постарайтесь. И выясните, что это за сосед такой неожиданный. Мог ли он вообще хакера убрать? Нас, наверное, уже в розыск объявили. Пару дней пересидим здесь, подумаем, что дальше делать. Да что мы можем сделать? Что? Будем сидеть, новости по телевизору смотреть. Меня все равно поймают. Ну, а что, лучше в кабинете протоколы подписывать? Может, и лучше. Симка, и что сделала? Выточила, как-то ей сказал. Давай сюда. Зачем? Давай. Ну, нет. У меня у отца инфаркт. И должна хотя бы знать, как он. Я не отдам. Я не отдам. Если препараты не придут вовремя, директор будет обязан выплатить штраф соизмеримой со стоимостью ликвидации. Я просто говорю о том, что не стоит обращаться к консалтам. Да, простите. Так вы говорите, что в ванной у Гарина была женщина. Что за женщина? Вы ее видели? Нет. Но я ее слышала. Именно женщина? Товарищ следователь, я прекрасно понимаю вашу иронию. Нет, я вполне серьезно спрашиваю. Я поняла, что это женщина по реакции Гарина. А что это была за реакция? Как у неверного супруга, пойманного с поличным. Скажите, пожалуйста, а насколько у вас близкие отношения с Гариной? Скажите, а почему, собственно говоря, у меня с моим тренером по фитнесу должны быть какие-то отношения? Ну, может быть, потому что у вас глаза, как у жены, поймавшей супруга с поличным. Вы знаете, я пришла сюда сама, чтобы помочь следствию, а не насмешки выслушивать. Мне кажется, это важная информация. Да, спасибо, вы нам очень помогли. Вы здесь, распишитесь, пожалуйста. До свидания. До свидания. Что здесь написано? Пронин Александр. Ты знаешь английский? Нет. Срисовала откуда-то? Да. И откуда же? Вы никому не расскажете? Ну, если это тайно, конечно же, не расскажу. Анют, тут все в порядке? Да, все хорошо. Собирайся, мы едем домой. До свидания. Пока. А ты чего такая загадочная? Случилось что? У меня для тебя новость. Мы выиграли тендер на строительство. Будем строить завод в Омске. Угадай, кто будет руководить строительством. Так что готовься к сибирским морозам. То есть как? Это прямо сейчас переедет? С пятого я полноправный руководитель проекта. А как же моя работа? Ну, послушай, тебя с твоим резюме с руками и ногами торопят. У меня тоже есть для тебя новость. Внимательно. Я беременна, Эдик. Ух ты, ух ты, ух ты, как же я тюльпой. Я тебя тоже люблю. Ага, 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 ага. Я тебя иду. Ты аккуратней. Лучше выплюнь. Слизистую обожешь. Слизистую? Ты врач что ли? Ну, вообще я училась на врача. Ты же вроде дизайнер. Да в дизайн меня Ленка потянула подружка. Она строгановку закончила. Ну, и периодически меня доставал муж, что тебя ждет в этой больнице. Зарплата никакая. А у тебя мышление нестандартное. Ну, судя по вешалке, да. Более чем. Да мне просто интересно было. В итоге вуз бросила. Что ты как-то без огонька об этом говоришь? Ну, неправда. На какого врача училась? Ортопед. Вот. Что? Я вот иногда думаю. Хороший бы из меня ортопед получился. Знаешь, на дизайнера ты не очень похожа. А на ортопеду очень даже, да. Держи. Остыл уже. За слизистую можешь не беспокоиться. Спасибо. На здоровье. Соль. О. Куда без нее. Получать я сейчас буду в два раза больше. Плюс бонусы премии. В Омске, Анюткино, идем. Новый детский сад. Отличный, с бассейном, с хорошими воспитателями. А с тобой-то все в порядке? Да. А. Это, конечно, хорошо, но Анюта будет скучать по отцу. Все-таки другой город. Оль, ну, дети всегда скучают. По друзьям, по бабушкам. Сейчас есть мобильники, скайп. Возьмет и позвонит отцу. Это все не то. Нет, Эдик, я, конечно, не против, но я просто не знаю, как Анюта это все воспримет. Оль, послушай, ну, давай предоставим Анете право решать, где и как нам жить. Давай не будем утрировать. А я не утрирую. Я говорю, как есть. Есть номинальный отец, вечно занятая мать и чужой дядя, который заставляет вовремя ложиться спать. Но мы действительно очень мало времени ей уделяем. Но сейчас мы сможем уделять ей намного больше времени. Я буду получать столько, что ты сможешь не работать и все время проводить с детьми. Да это хорошо, но... Оль, у нас появился шанс устроить свою судьбу. Тем более скоро появится маленький. Может быть, пришло время перелистнуть страницу? Я просто хочу, чтобы мы были счастливы. Наша семья. Я тоже хочу. Тогда надо готовиться к приезду. Если папа умрет, я никогда тебе этого не прощу. Не переживай, обойдется всех. Я уверен. Абонент временно недоступен. Перезвоните поищем. Прошу прощения, там врач хотел с вами переговорить. Да-да. Сейчас иду. Вчера видели Василькову. Ну, женщину по приметам, похожую на Василькову. С каким-то мужиком спускалась по пожарной лестнице. Их соседка, которая гуляла с собакой, заметила. А примета мужика у тебя есть? Конечно. Похоже, что это Гарин. Да, похоже. Ну, и что было дальше? Ну, дальше они спустились, пошли к машине. Но, по словам соседки, из другой машины выбежали двое и побежали к Василькову и Гарину. Но не догнали их. И те уехали. Вот как? Объявляй в розыск. Есть. Да, пахнет вкусно. Сквардацкой. Все пригорает. Я еды купил, питья и две новых Несимкиным обоим. Думала, и вишницу пожарить, яйца в холодильнике нашла. Не знаю, может, масло плохое? Масло хорошее? Это как ты определил? Ну, если хорошее масло лежит в холодильнике, оно густеет. Это погустело. Ну, значит, я такой повар. А яйца есть еще? Да. Ну, что, глазунью любишь? Я ее обожаю. Только у меня никогда не получалось так поджарить, чтобы глазки жидкими были. Угу. Сейчас будет мастер-класс. Ну-ка. Мой. Пробили номера машины. Выяснили, что хозяин некто Иван Гарин. Капитан спецподразделения. Краповый берет. Вот как. Сейчас на нем условное. Три года. Избил командира. Тот вроде бы отказался выводить гражданских, то есть местных, с места операции. Даже кто-то погиб. Жена с ним развелась, но с дочкой общается. Что еще? Ну, судя по машине, да и вообще он не шикует. Если только это Аня ему не посурила легких денег за то, чтобы он ее подстраховал, так сказать. Ну, может и так. С дочкой, значит, общается. Здрасте. Я не хочу сегодня целый день в саду. Выхода нет. Мы все работаем. А мы сегодня цветочки вырезать будем из бумаги. Как ты любишь? А лепить? Обязательно. Звоните мне. Только мне. Ладно? Конечно. Приятного аппетита. Ммм. Какая красота. Что? Не чувак. У тебя что, колено болит? Нет. Мениск? Да, я посмотрю. Отстань. Ну, я почти оттопед. Да, врачи из сустава собрали, слава богу. Бывает болит. И как часто бывает? Ну, если погода меняется. Или там, повернусь неудачно. Очень больно? Нет. За день расходится. Да, какой расходится. С этим к врачу надо и побыстрее. Ну, хотя бы для начала блокаду поставить. Я аспирин выпью. И все. Ну, что еще? Тут девушка пришла. Михалика. Ну, Марина Леденева. Ну, та беременная из банка. Ну, давай. Добрый день. Присаживайтесь. Пожалуйста, садитесь. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. День добрый, Ольга Геннадьевна. Вы откуда меня знаете? Вы же общаетесь со своим бывшим мужем? Дочка и все такое. А при чем здесь моя дочка? В общем, передайте ему. И в его же интересах позвонить как можно быстрее. Чтобы избежать неприятностей. А что за неприятности? Мы ждем звонка. Всего доброго. Алло, пап, это я. Доченька. Как ты себя чувствуешь? Как сердце? Что врачи говорят? Операция будет? Все нормально, Анечка. Надеюсь, что обойдемся без операции. Лучше скажи, как ты? Я в порядке. Со мной все в порядке, правда. Я звонил-то. Предупредить хотел. Да, конечно, я поняла. Спасибо тебе. Ты такой молодец. Ты не волнуйся за меня. Мне помогают. Помогают? А кто помогает? Ну, один человек, ты его не знаешь. Ну, это хорошо, что помогает. Надеюсь, не такой же, как твой. Ой. Прости, Ань. Нет, папочка, не волнуйся, он хороший. Я уже и не знаю, что Никас был за человек. Я его знала одним, а оказалась у него другая жизнь. Женщина. Я понимаю, вам очень тяжело, но не рассказывали вы о себе, о своей работе. Ничего особенного, кажется. Компьютерщик. Вот все, что я знала о его работе. Ну, а в какой области компьютерщик? На кого работают он? Ой, я, знаете, не разбираюсь в этих тонкостях. И, честно говоря, не хочу даже о нем думать. Он был гадом, двуличной сволочью, о которой не придется врать ребенку. Извините, конечно, но мне кажется, его явно не за это убили. Нет, конечно. Извините водой. Достаточно. Я вам очень сочувствую, но давайте мы с вами будем придерживаться фактов и конкретики. Он напоминал какие-нибудь компании, фирмы? Недели две назад он спросил, обслуживаем ли мы компанию «Моргана». А вы это… Наш отдел. Мы обслуживаем юрлица. Понятно. Я сказала, да, обслуживаем, спросила, зачем Ника Суэта. А он что? А он сказал, что просто так интересуется. Друг у него, что ли, в этой фирме? Понятно. «Моргана». Это все. А теперь я хочу закрыть эту страницу своей жизни. Да, конечно. Спасибо вам большое. Ну, если что вспомните, звоните. Все, собирай. А чем ты занимаешься? А тебе зачем? Ну, так. Интересно. Я инструктор. Какой инструктор? Веду женские группы по самообороне. Серьезно? Абсолютно. Странно. Что странно? Ну так, ты не похож на инструктора. А на кого похож? На бандита-то похож. Ну, на кого похож? На бандита-то похож. Ну, что-то есть криминальное. Слушай, а ты мне можешь показать какой-нибудь приемчик, чтобы я так… Раз. И все. Да. Никогда не при напролом. Главное, обмани врага. Дрова собери и принеси в дом. Добрый день. А как мне найти ее офис фирмы «Морган»? Минутку. Алло. К вам пришли. Добрый день. Вы по какому вопросу? А вы кто? А вы. Начальник службы безопасности Пронин. Очень приятно, господин Пронин. А я могу я побеседовать с господином Коряковым? Конечно. Прошу. Добрый день. Ключики. Будьте добры. Представляешь, тут, оказывается, интернет есть. Угу. Что ты делаешь? Ну, мы же симки поменяли. Хочу узнать, может, звонил кто. А я тоже хочу. Нельзя. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Оль, привет. Это я. Что случилось? Что за номер? Ты скрываешься? Прячешься? От кого? Во что ты влез? Твои бандиты добрались уже и до меня. Они грозились, что будут неприятности, если ты им не перезвонишь. Они о Банюте знают, понимаешь? Номер продиктуй мне. Как ты с ними связался? Как? Оль, продиктуй мне номер, пожалуйста. И не лапай визитку. Хорошо? Три-два-два-девять-девять-восемь-восемь. Банк Мустинвест. Служба безопасности. Хорошо. Номер я запомнил. Теперь возьми визитку, положи ее в пакет. Это может быть важным вещдоком. Поняла? А если они снова придут? Тогда вызови полицию, отдай им визитку. А сейчас я сам попробую, ладно? Может, сейчас уже вызвать полицию? Нет! Что случилось? Ничего, до моей дочери добрались эти уроды. Назначим встречу. Петр Романович, к вам. Добрый день, следователь Горохов. Вы имели дело с Николаем Михаликом, системным администратором? Простите? Николаем Михаликом. А что, должен был? Во всяком случае, он знал о вас. Даже интересовался счетами фирмы Моргана. Ну что вы, какие счета? Я уже полгода банкрот. Вот вынуждена храма содержать. Через день обиженные врываются. То есть, вы Михалика не нанимали? Нет, нет. Нет. Ясно. Если что, вспомните. Конечно, конечно. Извините, что ничем не мог помочь. Саша, проводи ее, пожалуйста. Спасибо, я найду дорогу. Ну? Что это все значит? Нет. Видимо, всплыла информация. Информация, я думаю, ничего страшного. Ничего! То есть, информации нет, зато менты есть. А ты понимаешь, что все должно было быть наоборот? Я понял. Исправим. В твоем новом телефоне всего два номера. Мой и Ольге. Никому не звони. Особенно родителям. Если кого-то ищут, первым делом через них. Поняла? Если я до вечера не вернусь, позвонишь Ольге, попросишь у нее визитку вот этого пуст инвеста, отвезешь в полицию. Если отпечатки с визитки совпадут с отпечатками в твоей квартире… А ты? Что я? С тобой же ничего не случится. Все будет хорошо. Обещаю. Пока. Ирина Петровна, я рассмотрела несколько вариантов. Мне нравится вот этот. Вот этот. Там… А арт-декор мне очень нравится. Выглядит сплазнительно. Особенно для загородного дома. Вот только оттенки. Оттенки коричневого. Так уныло. Кто заставляет нас идти по учебнику? Мы можем хоть розовые стены сделать. Вы же понимаете, главное, чтобы было желание и смелость. Представить себе розовые стены – это как-то нереально. Для этого существуют профессионалы, которые заранее видят результат. Есть трехмерные модели. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Извините, секундочку. Сейчас. Алло. Лена, привет. Это я. Господи. Ань, ты где? Ты в курсе, что тебя разыскивают? Ань, я тебе предлагаю пойти добровольно сдаться. Хватит. Ты с ума сошла? Нет, это ты с ума сошла. Ань, мне не очень удобно разговаривать у меня клиента. Давай сделаем так. Ты мне сейчас скажешь адрес, и я к тебе приеду. Хорошо? Не дергайся. Где второй? Я один приехал. Че надо? Информация. Какая? Финансовая. У твоей соседки должна быть. Такая важная, чтобы ее пацана завалили? Это не мы. Мы ему наоборот денег предложить хотели. Чуть не задушил. Извини, раньше не мог. Этот заметил бы. Давай. Ань, слушай, я еще замуж за него хотела. Лен, перестань. Он испугался просто. Анечка, дело-то не в этом. Он вообще о чем думал? Этот болван вообще о чем думал? А если бы вы меня обвинили в этом лжесвидетельстве? Эти мужики, это же просто все… Ненавижу! Не все. Ты-то у нас вообще молодец. Доверилась непонятно кому. Ань, ты хоть что-нибудь знаешь про этого Ивана? Он был в горячих точках. Теперь все стало ясно. У него сто процентов есть какая-нибудь травма. Лен, ты за своего Макса всех так судить будешь? Этот козел, этот подлец, этот маньяк… Да! Да, Аня! Потому что они все такие! А ты всю душу себе травишь. Витя, ну ты хотя бы что-нибудь узнала, что им нужно? Я нашла свою флешку, но там ничего, я не знаю, что искать. А ты подумай хорошенько. Если они до сих пор за тобой гонятся, значит, вот этот вот оставил какую-то информацию у вас дома. Он мне, кстати, тогда эту Ромку подарил. Тут карта памяти есть. Давай проверим. Компьютер неси. Слышь, он там не помнил случайно? Да живой, скоро очухается. Только как с ним говорить-то? Бешеный. Ну попробуем как-нибудь. Как-нибудь? Да он вообще и Берегов не видит. Да? Ну давай тупо в лес отвезем и там по почкам, а? Это уже статья. Не те деньги нам платят. Вот именно. Давай тогда тупо от бабосов предложим. Так. Это точно не фотки. А когда создано? Сейчас. Вот. Это накануне убийства. Надо Ивану сказать. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Аня. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да? Алло, Иван, мы, кажется, нашли то, что они искали. Здесь файл… Алло, ты меня слышишь? Нет, он не слышит. Он без сознания. Это кто? Иван, сейчас ты подрываешься и везешь то, что нашла туда, куда я тебе скажу. Поняла? А что с Иваном? А это зависит от тебя, а девочка? Что? Ивану похитили. Академия Академия ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Мари, это я его туда втянула. Вот это вот. По единственной аливе. Я должна это сделать. А ты меня отвезёшь. Я? Да ты и у меня нет времени на такси. Пожалуйста, Лен. Какая ты всё-таки дура. Аня. Состояние вашего мужа стабилизировалось. Поэтому можете ехать домой отдохнуть. Да? Да. Ну, я пожалуй. Только вы передайте, пожалуйста, когда он проснётся, что я к дочери заеду. Хорошо? Конечно, передам. Может, лучше пристегнуть его где-нибудь в подвале? Пока вопрос с девкой решаем. Я за это не впрягался. Не те деньги. Ну, чё, погнали? Поехали. Анюта! Ой, привет, мамуль. Привет, малыш. Давай ручку. Здравствуйте. Здравствуйте. А я могу поговорить с заведующей? А по какому поводу? Ну, у нас такая ситуация. Мы... Мужа переводят в другой город. И мы, соответственно, забираем Анечку. А прямо сейчас? Да. Сегодня надо забрать все документы. Мы что, уже домой? Да, Анют, домой. Сюда ты будешь ходить, не будешь. Почему? Ну, ты будешь ходить в другой садик? Хочу в другой садик. Анют, ну, я тоже много чего не хочу. Но есть такое слово «надо». Мы переезжаем в другой город, Анюта. Я не хочу в другой город. Анют, давай ты сейчас поиграешь с другими детьми на площадке. А мы с твоей мамой все соберем. Хорошо? Нехорошо. Я не хочу в другой город. Анюточка, иди поиграй, хорошо? Хорошо. Погодите. Таня, присмотришь за моими минутку? Да, конечно. Так, чё вы тут расстегнулись? Да, с кем больше хотел бы жить? С мамой или с папой? С бабушкой. Она мне обещала ферраль купить. Вот такую, на радио. А я с папой. Мама всегда на работе. А дядя Эдик мне не нравится. А у меня знаешь, что есть? Что? Вот, там знаешь, сколько денег? Ну и что? Всё, я ухожу к папе. Принеси мой рюкзачок, он там, в моем шкафчике. Куда? На второй этаж. Кабинет заведующей, вторая дверь направо. Пока. Поехали. 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 Вы кто? Я и с полицией, мы проводим следственные действия. А вы кто? Я мать Ани. Почему она не отвечает на звонки? Извините, дальше нельзя. Где Аня, я не знаю. Я не верю, что Аня могла убить. Глеб, кстати, тоже не верит. Простите, а Глеб это кто? Глеб это мой муж, а не отец. Он теперь в больнице. Между прочим, из-за полиции. То есть я же так в самом деле просто обвинить человека. Больница-то хоть хорошая? Хорошая. Вторая. Лучшая кардиология. Что теперь делать, ума не приложу. Вы меня извините, но вам нельзя здесь находиться. Аня. Аня. Аня, Аня, подожди. Ань, ты уверена? Да. Аня, я тебя очень прошу, поехали отсюда, а? Нет. Слушай, я тебя тогда здесь буду ждать в машине и все. Не надо меня ждать, Лен, уезжай. Пожалуйста, если у тебя будет время, загляни к отцу. Слушай, а что я ему скажу, что ты поехала на встречу с бандитами, да? Ты с ума сошла? Скажи, что у меня все в порядке, я на даче, мне помогает. Пожалуйста, подбодри его. Аня, поехали отсюда! Это Пронин. Она в бега ударилась, информацию всю собой забрала. И как ее искать? У меня есть идея. Угу. Алло. Восстание привела? Нет, я одна. Я правда одна. Давай, иди прямо, за трубой увидишь дверь. Дверь? Да, вижу. Эй! И так? Что и так? Время теряем. Где Иван? Что с ним? В порядке твой Иван, давай там что там? Я вначале хочу видеть Ивана. Слышь, родная, мы сказали, нам твой Иван даром не нужен. Давай. Надо проверить. Глютус есть, ага. Так вы скажете, где Иван? Я же все отдала. Спокойно. Похоже. Ну и отлично. Копии где? Какие копии? Я не делала никаких копий, честное слово. Ну и умничка. Поехали. Подождите, подождите, а где Иван? Да позвони ты своему Ивану, он небось соскучился уже. Здесь что? Эй! Сам не знаешь, как будто. Там записи, в отдельной папке. Нашла все-таки? Да. Молодец. Подъем. Вставай. Вы хаки разорезли? Слушай, отпусти его. Нам не нужны проблемы. Давай все по-мирному решим. Значит не вы. Да мы этого Михалика и наняли. Зачем нам его убивать-то? А кто мы? Пустый инвестбанк. Один клиент объявил себя банкротом. А информация-то данная по нему. Точнее по финансовым операциям этого должника. Может вы Никасу платить не хотели, поэтому его и убили? Да не убивали мы. Если бы мы этим занимались, ты бы сегодня в парке и остался бы. Кто должник? Петр, Коряков, бизнесмен. Он убить мог? Да он все что угодно может. Лишь бы свое банкротство фальшивое скрыть. Ну не сам конечно. Наймет кого-нибудь. Давай, давай. На выход. Игрушечка твоя. Не подскажете Васильков в какой палате? Глеб Андреевич? Да. Третья дверь налево. Спасибо. Пожалуйста. Значит, говоришь, видела и... Видела, видела, Глеб Андреевич. И я у них там была, с Аней все в порядке. Слышите? И знаете, они там что-то нашли вроде алиби. Так что я думаю, все будет хорошо. Слава Богу. Да, да, да. Будем надеяться. Конечно. Ты еще к ним поедешь? Думаю, нет. Но Аня сама скоро приедет и все расскажет. Вы, главное, управляйтесь. Она же за Вас очень переживает, Глеб Андреевич. Ну, все будет хорошо. Поверьте мне. Детки, собирайтесь сюда. Быстренько, быстренько идите все. Все в линейку становитесь. Быстренько, быстренько, быстренько бегите. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь. А если ее похитили? Господи, что же теперь будет? Что будет, что будет? Тюрьма нам будет. Ты погоди с полицией. Я сейчас подготовишь, посмотрю. Дети! Детки! Ребятки, девочки, кто-нибудь видел Анечку? Нет? А ты? А вы видели? Ребята, вы видели? Кто-нибудь видел Настенька? Мы смотрели за беседкой, там ее нету. Где Анюта? Вы только не волнуйтесь. Она никуда не могла уйти. Да вы с ума сошли! Аня! Вот, ну, вот эта вишек, ее тоже нету. Доченька! Аня! Вы не волнуйтесь, мы ее обязательно найдем. Детки, детки, быстренько, быстренько собирайтесь. Ребята, ребята, кто видел Анюту? Ну, вы же ее знаете, где она? Дети! Дети! Кто видел, куда пошла Анечка? Кто видел? Ты видел? Ну? Она сказала, что хочет жить с папой. Что? Она пошла к папе? Анюта! Анечка, пожалуйста. Аня! Это было очень глупо, вести им эту рамку. Ну да, у нас только один человек делает умные вещи. И это не я. Может, это было и не умно, но, по крайней мере, храбро. Молодец. Черт! Черт! Стелла один раз позвонит, теперь доставать будет. Да, Оль? Ваня, Анюта пропала. Что? Я не знаю. Я не знаю, что делать. Я уже… Я не могу сесть за руль. Оля, успокойся. Она сказала, что хочет жить у тебя. Я… Я же все для нее делаю. Я беспокоюсь за нее. Я разрываюсь между работой и семьей. Ваня, помоги мне ее найти. Ну что такое, а? Малыш, ты чего из Сарик убежал, а? Что случилось? Я хочу жить с тобой. Хорошо. Ну, на уши-то зачем всех ставить, а? Малыш. Мама сказала, что мы поедем в другой город. Анюта, что ж ты делаешь, Анечка? Анюта, солнышко мое. Девочка моя. Все в порядке, а? Ну что, ты с ума сошла, что ли, а? Да все, успокойся. Нормально все. Что нормально? У тебя всегда все нормально. А то, что ребенок один через весь город идет, это нормально. Перестань. Десять минут пешком здесь до садика. Давай, поехали. Я не хочу. Слушай, Оля, а что это за другой город? Что? Анну Эдуарду предложили возглавить сибирский филиал. И когда переезд? Четвертого числа. А когда ты собиралась мне об этом сказать? Ну, я собиралась тебе позвонить. Я просто замоталась. Понятно. Что понятно? Что это моя дочь? Она будет жить со мной. Я тоже хотел тебе об этом сказать. Просто замотался. Дочь, я позвоню в полицию. Это похищение ребенка. Анна, ты что делаешь? Ты же сама говорил, как я тебе надоела. Я? Я не отдам тебе Аню. Тихо. У меня есть деньги. Пошли. А мы поедем в аквапарк? Да. Да, обязательно поедем. Потом. Когда? Ну, на днях. Завтра? Не, не завтра. Позже. У тебя опять нету денег? Ну да, угадала. Мне нужно на несколько дней кое-куда съездить заработать. Потом я вернусь и пойдем с тобой в аквапарк. Хорошо? Да? У меня есть вот что. Там, наверное, много денег. Можно посмотреть? Пронин. Кредитка. А откуда это у тебя? Нашла. А? Где нашла? Под холодильником. Я думала, она ничья. Под каким холодильником? У нее. Александр Пронин, ты его знаешь? Никакой кредитки под холодильником не было. Я перед новосельем всю квартиру вымыла. Значит, она появилась позже. В ту ночь? Ее оставил. Тихо. Кто? Кто? Один человек. Нехороший. Очень нехороший. Где Анна Василькова? Я не знаю. Чем быстрее ты скажешь, тем быстрее я увидел. Значит, ты меня косо убили, да? Повторяю вопрос. Где Анна Василькова? Она была у соседа на даче. У друга своего соседа. Адрес? Киевская, Киевская шоссе. Я вас очень прошу, пожалуйста. Она не виновата. Она была вообще не в курсе. Курица и дом. Ну? Поливай, поливай. Ну, 15. Ну что? Есть информация? Нашел эту девку? Да-да. Я уже еду. Хорошо. Андрей Григорьевич, ну тут это… Что еще? По делу Михайлика, листок по экспертизе в папке запал. Я его только обнаружил. Что ни день, то новости. А куда ты раньше смотрел? Виноват. Ну, вы посмотрите, это важно. В крови Михайлика обнаружено повышенное содержание эфира. И я о том. Василькова жаловалась на головную боль, помните? А это результат отравления эфиром. Так это объясняет ее крепкий сон в ночь убийства. Значит, в квартире кто-то еще был. Спасибо. Я пока еще сам способен сопоставлять факты и делать выводы. Андрей Григорьевич, ну, может быть, она говорит правду? Может быть. А может, это Горин пустил эфир? Да почему же? Если бы они были с Васильковой в сговоре, она сама бы дверь ему открыла, так? Логично. И что теперь? В полицию карточку отвезу. Если Пронина-Коряков связаны, это все объясняет. Сразу понятно, кто заказчик, кто исполнитель. А мы? А вы будете дома сидеть? Малыш, Санютику посидишь дома? Хорошо, она мне нравится, а тебе, пап? Значит так, дома сидите, никуда не выходите. Телефон держи под рукой. Если что, звони в полицию, поняла? Да, хорошо. Папа, поцелуй. Пока. Ой. Ой. Девушка, что-то случилось? Нужна помощь? Где я? Девушка, может вас отвезти в больницу? Нет. Нет. Сумку. Девушка, давайте я вас отведу, тут приемный покой рядом. Нет, нет, не надо. Вот, возьмите. Не спасибо. Нет. Нет, спасибо, не надо. Аня. 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 Что делать? Что делать? Вось, десять, один, два, пять, два, два. Алло. Алло, здравствуйте. Это, 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 Лена Анина, подруга. Да, я знаю, кто убил Никаса. Вы где? Что? Он едет к ней, он едет к ней туда, он ее убьет. Я вас очень про, на даче у этого, у своего соседа. Да, диктуйте адрес. Киев, Киевское шоссе, улица. Какая улица? Улица Полевая, дом пятнадцать. Полевая? Да. Пятнадцать. Понял. Полевая, пятнадцать. Так, опергруппа по адресу, которая на столе. На каком столе? На кухонном, на моем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу подать заявление о похищении моей дочери Гариной Анны, пяти лет. А вы мать? Я мать. А вы знаете, кто похитил вашу дочку? Да, отец девочки, Иван Гарин. Пишите заявление. Да. Извините, а не подскажете, а как на полевой улице проехать здесь? Это туда триста метров по прямой. Вам какой дом нужен? Пятнадцать. Пятнадцать. А зачем вам пятнадцатый дом? Перепутал. Тринадцатый дом. Это точно тринадцатый. Иван Гарин. Это тючки. Тючки. Кilyn. Итак, поз recipe свер rotы. Эли? Это кто? Кот, не видишь, что ли? Ну, если честно, то нет. А знаешь, почему? Почему? Потому что у него усов нет. Ну, вспомни, какие у котов усы? Длинные. Правильно. А еще они жесткие и торчут в разные стороны, как проволочки. Помнишь? Да. Ну, так нарисуй. Нет, меня только папа учила рисовать. Ой, мобильный, мне не забыла, в кармане. Папа! Стоять! Назад! На диван. Ну! Анечка, не бойся, это просто игра. Да, малыш, только ставки в ней очень высоки. Ты знаешь, зачем я пришел. Ну! Он вам не сделает, потому что мы знаем, кто это. Ты нашла его кредитку. Пронин? Угу. Вы же Пронин? Кредитка ваша уже в полиции. И они едут сюда. Ты не умеешь врать, девочка. Я повторюсь. Где информация? Там. Сзади у вас фоторамка, там все. Сидеть. О, желательно. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Где моя карта? Хватит ее пугать Я еще не начинал Может, хватит играть в героев? А? Извините, а не подскажете, как на полевую 15 проехать? Полевая 15? Вы проехали уже Теперь подъезжайте прямо Потом направо и налево Спасибо Что ты думаешь? Я шучу? Я все равно и найду рано или поздно Вопрос, насколько это болезненно будет для тебя и для твоей девочки Где моя кредитка? Кредитка? Никогда не при напролом Главное, обмани врага Она вон там в ящике Аня, беги! Куда? Папа! Очухался, герой Я тебе все отдам, только их отпусти Папа, спаси! Ты мне не приказывай А то я кредитку могу И на трупе найти Да замолчи ты! Папа, папа, папа На стол, только осторожно Папа, папа Не ори! Папа! Папа, папа, папа! От стола отошел Папа, спаси! Где группа? Работнички Умолкни! Подай карту! Карту подай! Так Если ты так настаиваешь Я начну с тебя Ствол на землю! Отпусти ребенка И медленно ствол на землю Но! Хорошо, командир Спокойно Это тебе за мою дочь! Папа! Папа! Ой, малыш Все живы Ну, вот и слава Работает ОМОН! Все на место! Не двигаться! Здесь чисто! Чисто! Андрей Григорьевич Ну, как вы? Как всегда Вовремя! Спасибо тебе, Заню! Ну, не очень вышло Совсем неплохо Для дизайнера Молодец! Аня не только Красивая Но еще и Храбрая! Да Это точно! Надо Ольге позвонить А то она, наверное, волнуется Давай я позвоню Хочешь? Передай, пожалуйста Анюту На! Спасибо! Алло! Кто это? Алло, Ольга, здравствуйте! Это Аня, соседка Ивана Вы меня помните? Вам нужно приехать Забрать Анюту Где она? Где Иван? Нет, нет, ничего Все в порядке Просто Иван немного занят А я Аню подвезу Куда вы скажете? Что с ним? Я по голосу слышу Что что-то случилось? Мы едем в больницу С Санечкой все в порядке А Ивана нужно госпитализировать В больницу? В какую больницу? Я немедленно еду Андрей Григорьевич Ну вы как? Эрунда Пока садень не зацепила Перебинтовали И ладно Можь это В больницу? Не, не надо Ну так что у тебя? А, так это Заявление поступило Нагарина От его бывшей жены Якобы он ребенка украл их Что делать будем? Ничего Не трогай Не трогай Сейчас Потом разберемся Хорошо Что, ну что опять, а? Я немного перестарался Что, специально себе на голову неприятности ищешь, да? Оля, это теперь не твоя проблема Ну как не моя Мне же не все равно, понимаешь? Как нога Это же ужас какой-то А как Коряков вообще узнал, что банкиры наняли Михалика? Михалика узнал Тот сам позвонил И предложил выкупить информацию Угу Видно, много запросил Сто тысяч Долларов Да Пытались как-то с ним торговаться Снизить цену И хотя бы получить гарантии, что у пустой Нины не будет копии Этот хипстер, недодеманный Стал что-то нервничать Угрожать Ну о чем с ним можно было разговаривать Ты кто? Моя 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 Если бы не эта карта, все бы уйдя. А этот ничего лучшего не заслуживал. Одним шантажистом меньше. Ну, он-то возможно. А как насчет Васильковой? А что Васильков? Ну, вы же не могли не понимать, что из-за Вас она проведет за решеткой всю оставшуюся жизнь. Ну, кого-то должны были за все это посадить. Ну что ж, теперь посадят кого надо. А, кстати, они были забрали ноутбук Никаса. Я думал, что там хранится информация, но ошибся. Ну, что ж. Дело закрыто. Анюта, подожди нас в машине. Хорошо. Ты все обдумала? Да. Ну, хорошо. Это твое решение, я его принимаю. Все будет отлично. Я тебе обещаю. Оль, пирог. Пока. Пока. Ну, в конце концов, Корюхов признался. Да, он и сам не ожидал, что вы начальник службы безопасности настолько... Больной? Нет. Настолько изобретателен. Так что приношу вам свои извинения. Я понимаю, вам пришлось поволноваться. Да, не то слово. Ой, извини. Да ничего. Ребро задет. Даже не знаю, как вас благодарить. Дай вам Бог здоровья. Ну, пошли. Да. А то, чего веку работать надо. Спасибо вам большое. А вас сильно ранило? Ну, не так, как вашего Гарина. Обошлось без операции. Кстати, а как он там? Я не знаю. Ну, мы пойдем. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Ну что? Что? Ну что, пошла и навестила. Человек тебе жизнь спас. Ты понимаешь, она навязываться не хочет. Поблагодарить — это не навязываться. Мам, папа, это мое дело. Я сама разберусь. Ладно? Да-да. Мам, у него семья. При чем здесь семья? Сходила, купила цветы, поблагодарила, ушла. Это кто? Ты. Да. Похож. Прям как в те времена, когда познакомили. Смотри. Да. Да, точно. Я вчера еле спать уложила. Дорисую, и все. Молодец. Правильно. Дела, которые начинаешь, нужно заканчивать. Сань, пирог с черникой. Угощайся. Спасибо, Вань, потом. Ладно. А мне? И тебе. Спасибо. Добрый день. А Ивана Гарина, где я могу найти? Здравствуйте. У него операция на ноге была. Секундочку. А, Гарин, третья палата. В ту сторону. Спасибо. Пожалуйста. Я тут подумала, Анюта действительно лучше с тобой. Пока ты в больнице, и я побуду здесь, а потом… Я не понял. Ты уезжаешь? Я уезжаю. А Анюта остается. Без антемы. Без антемы? Анечка, привет. Их папа любит. Передай их папе, пожалуйста, от меня. Скажи большое спасибо. Ладно? Я думаю, вообще не придешь. Прости. Я просто подумала, что так будет лучше. Кому лучше? Я теперь буду жить с папой. Я очень рада, что у вас все наладилось. Спасибо тебе большое. Мам теперь с дядей Эдиком уезжает в Сибирь. Навсегда. Будешь к нам в гости приходить? Ну? Так. УART. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ